Значит, мы с вами продолжаем тему металлов. И в прошлый раз мы смотрели металлы первой группы. Сейчас мы переходим ко второй группе периодической системы. Вторая группа – главная подгруппа. Это у нас щелочноземельные металлы. В заголовке бериллий магний выделены. Давайте разберемся сначала, почему они называются щелочноземельными. Во-первых, судя по слову щелочи, они образуют щелочи при взаимодействии с водой, как и металлы первой группы щелочные. Эти тоже щелочные у нас. Но эти металлы, они рассеянные по земной коре, скажем так, и поэтому их называют еще землями. Ну и они похожи по свойствам на оксида алюминия, как здесь указано. Поэтому называются щелочноземельными металлами. Так. И опять-таки мы должны рассмотреть... Так, что-то там у нас такое... Пишут, нет, это не слышно меня, слышно. Напишите, что меня слышно. Еще разок. Так, все слышно. Да, у меня тоже тут все... Все выглядит как будто слышно. Снова мы давайте посмотрим на электронное строение, потому что оно определяет, в общем-то, химические свойства. И вот слева мы видим нашу группу. Сюда входят элементы билилий, магний, кальций, стронций, барий и радий, которые, собственно, радиоактивны. И здесь мы также видим, что у нас... Еще раз давайте пройдемся по свойствам. У нас радиус атома увеличивается сверху вниз по группе, поскольку возрастает количество электронных оболочек. При этом внешние электроны становятся менее связанными с ядром. Да, и такие металлы... Чем ниже по группе, тем легче отдают свои внешние электроны, поэтому восстановительные и металлические свойства возрастают. Вот так же можно сказать, что возрастает основный характер оксидов и гидроксидов. Да, и билилий считается у нас амфотерным элементом. Его оксиды и гидроксиды имеют двойственный такой характер. А вот остальные у нас уже имеют основные свойства. Но это опять-таки связано с способностью отдавать электроны. Вот мы видим изображение внешней электронной оболочки элементов второй группы, где n у нас равен номер периоду, 2, 3, 4 и так далее. И, собственно, на внешней электронной оболочке у нас находится на S-орбиталях всего 2 электрона. И отдавая эти 2 электрона, у нас металл приобретает заряд плюс 2, ну и степень окисления также. То есть для этих элементов характерной степени окисления 0 или плюс 2, ну и они двухвалентные соответственно. Вот такую характеристику мы можем составить по положению элементов в периодической системе. Как я уже сказал, данные элементы находятся в составе земель. И давайте посмотрим на распространенность этих элементов в земной коре. Вот здесь общая диаграмма представлена, да, по ней мы видим, что у нас... Это, кстати, вот содержание по массе, интересно, тут не понятно. Вроде как, наверное, да. Кислород у нас первое место занимает, потом кремний, алюминий, железо. И мы видим, что магний такой... Магний и кальций, да, лидеры из второй группы. Это 2,4%. В принципе, это достаточно много. Ну а другие элементы, вот у нас менее 2% тут занимают. Поэтому вот такой вопрос, можно ли утверждать, что все металлы второй группы, главной подгруппы, относятся к распространенным элементам. Но я думаю, что нет. Это нельзя прямо утверждать. То есть если у нас магний и кальций распространены достаточно широко, да, то есть 2,4% это, в принципе, для... Земная кора у нас достаточно большая, да, для нас. Я думаю, что это достаточно много. Остальные элементы менее распространены, особенно если мы радий берем, то чтобы получить там миллиграммы радия, нужно несколько тонн руды переработать. Элементы второй группы в земной коре встречаются в основном в виде различных солей, да, поскольку это достаточно активные металлы. В общем, берилли у нас встречается совместно, да, с алюминием и кремнием, вот в виде такого минерала берила, да, вот его... Такая общая формула здесь представлена, можно, в принципе, ее разложить на составляющие оксиды, то есть это получается смесь оксидов. Вот, кальций и магний представлены в виде карбонатов, более всего, да, это кальцид, кальций-СО3 и магнезид, магний-СО3, вот, но также и кальций-Магний у нас встречается в растворенном в воде состоянии, их ограниченная растворимость, но эти ионы у нас придают жесткость в воде, то есть это ионы жесткости. Кальций-Магний придают такую карбонату, да, временную жесткость в воде. Что, ну давайте, я поясню, да, что такое жесткость, если кто... Давайте опрос устроим, да, кто знает, что такое жесткая вода, напишите плюсик. Сейчас, может, поясню, вот. И, ага, вот, знают. Большое количество магний. Да, большое, но в чем явление? Вот, если мы используем жесткую воду, хотим, например, там что-то помыть с помощью мыла, ну, простейший пример, помыть руки, вот, соответственно, у нас, когда мы используем мыло при гидролизе, вот, уже знают, да, что очень легко смывается, да. При гидролизе у нас образуется щелочь, и в жесткой воде эта щелочь расходуется не на взаимодействие с загрязнениями на руках, да, например, а связываются ионами жесткости кальцием и магнием, да, поскольку гидроксиды малорастворимы. И поэтому нам очень трудно, очень трудно намылить что-то, да, ну, и, в принципе, очень легко смыть. В мягкой воде, где этих ионов нет, то мыло требуется на малое количество, и вот эту, и его трудно смыть достаточно, то есть вот эта щелочь, которая чувствуется, как такая мылкость на руках, она, от нее долго избавляемся, смываем в мягкой воде. Вот, для промышленности тоже жесткость представляет некоторую проблему, потому что если жесткая вода используется в отоплении или каких-то нагревательных контурах на электростанциях, то котлы покрываются накипью, это как раз карбонаты, да, кальция, магния, нерастворимые. Вот, и эта накипь мешает теплообмену и каких-то приводит к порче там клапанов каких-то и прочего оборудования. Вот, ну и тоже, даже если используем чайники в воде жесткой, то накипь быстро образуется. Вот такие моменты. Ну и что касается стронца и бария, они встречаются в виде сульфатов, да, вот такие минералы, целистинный, барит. Это нерастворимые, ну, особенно сульфат бария, это очень нерастворимое такое соединение, встречается в минеральном виде. Что касается простых веществ, давайте посмотрим. На простые вещества, это все металлы у нас, да, металлы, и они, как видите, имеют такую серую окраску с металлическим блеском характерным, да, вот у нас тут представлены. И некоторая табличка, давайте посмотрим на температуры. Вот, что мы видим, кстати, интересно, да, температуры плавления понижаются вниз по группе, что как-то с тромберилией у нас тугоплавкий такой получается металл. Вот, интересно. При этом плотность возрастает. Ну, температура кипения тоже здесь у нас понижается. Ну, вот, интересно, кстати, с чем связана, да, температура плавления. Что надо вообще проверить будет. Где-то к следующему разу я постараюсь не забыть проверить, проверить, потому что ситуация тут интересная. Так, ну, а плотность повышается. У нас бериллии магний, металлы низкой плотности, да, и... А, мы, может, посмотрим, да, что-то еще, видеофрагменты, сейчас, секундочку. Я загружу их заранее. Так. Так, в таблице, ну, в таблице, да, тут ситуация какая-то странная. Наверное, так и есть, но я что-то засомневался. Плотность возрастает у нас, да, то есть барий весьма такой, 5 грамм на сантиметр уже такой тяжеловатый. Ну, и твердость у нас падает вниз по группе. Но эти параметры, они связаны с упаковкой атомов металла в кристаллическую решетку. Вот здесь вот у нас представлен такой фрагмент кубической решетки. Вот, но нас интересуют больше, наверное, химические свойства, чем физические. Давайте мы к ним и перейдем. Как раз таки. Значит, у нас... Металлы второй группы, как и металлы первой группы, являются восстановителями хорошими, да, то есть это достаточно активные металлы. Как я сказал, активность падает вниз по группе, поэтому восстановительная способность тоже увеличивается. То есть у нас там стронций, барий, очень даже активные такие металлы. В ходе реакции они... Что значит восстановительная способность, да, спрашивают. Вот, понимаете, это способность отдавать электрон. То есть в окислительно-восстановительной реакции выступать в роли восстановителя. И вот такой у нас процесс, да. Металл отдает два электрона, переходит в металл с зарядом плюс два. Вот это и есть... Это что у нас? Это у нас процесс окисления изображен, да, и металл выступает в роли восстановителя. Да, то есть чем легче отдает атом электроны, тем он более сильный восстановитель. Вот это восстановительная способность и есть. Так, надеюсь, я пояснил. Ну там поставьте что-нибудь, если ответил на вопрос. Так. И давайте посмотрим, какие у нас реакции характерны. Так, сейчас мне тут, секундочку, не очень удобно мне записать. Если я, наверное, как-то... Так. Сейчас я вот как-то сделаю себе сейчас, секундочку. Так, чтобы у меня включить такое. Так, и... Ну ладно, давайте так попробуем. Так. Значит, и мы видим реакции некоторые с простыми веществами и сложными. Давайте посмотрим. С простыми веществами металлы взаимодействуют, естественно, с неметаллами в первую очередь. И если вы вспомните схему, которую мы на первом занятии разбирали, то здесь у нас образуются бинарные вещества. То есть мы должны... Чтобы составить форму продукта данных реакций, мы должны написать рядом элементы. Кальций и О. Надо поменьше сделать. И, соответственно, у нас заряды, да, какие у нас будут степени окисления. У металла плюс два, как мы видим, у всех, да. И у кислорода минус два. Степень окисления практически во всех соединениях. То есть мы при этом получили оксид, да, бинарное соединение оксид. Ну, расставить коэффициенты можно. Да, вот таким образом. С другими металлами давайте посмотрим. Мы также должны поставить рядом, да, магний. Магний. И брон. Вот, для магния снова у нас плюс два. Так как это металл второго. Вот он, да, у нас всегда плюс два. Брома мы берем отрицательную степень окисления, находим. Для этого нужно от номера группы, в которой стоит элемент, отнять 8. То есть бром находится в седьмой группе. Значит, 7 минус 8, это минус 1. И теперь ставим нижние индексы так, чтобы число плюсов было равно числу минусов. То есть два плюса у нас, значит, нам нужно взять два брома. Вот, мы получаем соль, бромид, магния, да, и здесь коэффициенты не нужны, да. Вот, и барий с фосфором у нас. Снова пишем рядом барий и фосфор. Барий снова плюс два. Для фосфора мы находим отрицательную степень окисления. Фосфор у нас находится в пятой группе. Значит, 5 минус 8, это минус 3. Чтобы сделать соединение, да, число плюсов должно быть равно числу минусов. Для этого мы можем взять наименьшее общее кратное между двумя и тремя. Это 6. Теперь 6 мы делим на 2, получаем 3. 6 делим на 3, получаем 2. Таким образом формула у нас получается барий 3 по 2. Фосфит барий. Соответственно, мы ставим коэффициенты 3 к 2. 3 к 2. Вот так. Вот, то есть, еще раз, да, подводя такой итог на трех вот таких реакциях, мы видим, что у нас металлы второй группы реагируют с не металлами обычно. Ну, при нагревании, да, но довольно энергично. Они, в общем-то, горят, да, и энергично с фосфором взаимодействуют. Давайте мы посмотрим на реакцию магния с кислородом. Здесь у нас был кальций, да, в принципе, для магния такая же ситуация. Я вот здесь напишу магний плюс у 2. Получаем магнио. Магнио, да, 2 и 2 нам нужно поставить. Вот такая реакция, она протекает довольно быстро, с яркой белой вспышкой, и единственное, что нужно придать некоторый импульс, да, то есть, если мы, ну, просто магний на кислороде потихонечку окисляется на поверхности и темнеет, да, поэтому его тоже нужно, как и металлы первой группы, хранить под керосином, вот, но, в принципе, он не самовоспламеняется, для этого нужно поджечь. Давайте посмотрим, как это выглядит. Так, сейчас видео, фрагмент, включим, вот здесь. Так, звук должен работать, в принципе, там особенно. Сначала получим кислород. Пробирку насыпали кристаллический пермагонат калия. Закрепили ее в флапке штатива. Пробирку закрыли пробкой с газоотводной трубкой, конец которой опустили в чистую пробирку. При нагревании пермагонат калия начинает разлагаться. Выделяющийся кислород поступает по газоотводной трубке в колбу. Кислород тяжелее воздуха, поэтому не покидает колбу и постепенно заполняет ее. Подожжем порошок магния в пламенной спиртовке. Затем опустим в пробирку с кислородом. Обратите внимание, как магний красиво горит в кислороде. Продукт горения магния. Белый порошкообразный оксид магния. Продукт горения магния. Так, все видно было, да? Так, звук есть, все, да. Ну там получали еще кислород для... Где у нас презентация? Секундочку. Презентация. Что ж такое-то? Так, вот здесь мы остановились. Да, то есть магний вот такой вспышкой яркой у нас сгорает в кислороде. Так, вопросы, да. Если вещество увеличивается, то оно всегда будет гореть, что ли? Был магний. 1, стало 2. Не очень я понял вопрос. Вот, вещество увеличивается. Что вы имеете в виду? Что под словом увеличивается? Это если продукты у вас стали большим объемом или нет? Ну там, ну смотрите, да, у нас получается оксид магний. Ну, во-первых, он по массе, конечно, больше, потому что здесь вообще-то у нас реакция соединения. Все вот эти три реакции. Там просто коэффициент прибавил, свойства не меняются. Каждое вещество будет гореть при увеличении. Что вы подразумеваете под термином увеличение? Непонятно. А что будет гореть? Если у него будет, ну, горение, это у нас процесс, который сопровождается большим количеством тепла и возникает при этом еще и пламя. Это такой у нас раскаленный газ, да, излучающий свет. Соответственно, если у нас реакция протекает с большим количеством, с выделением большого количества тепла, с образованием пламени, то мы называем это горением. Что такое увеличение, я, честно говоря, не понял. Правило это окислительно-восстановительные реакции. Что интересно для магния, то он еще у нас горит в воде. Вот последняя реакция. Ну, давайте мы дойдем, посмотрим сложные вещества. Так, у нас со сложными веществами мы смотрим здесь кислоты у нас, да, вот есть кислоты не окислители, а аж хлор, представитель. И у нас металлы второй группы, как и, в общем-то, другие активные металлы будут растворяться в кислотах с образованием солей. То есть нам что нужно сделать? Нам здесь нужно в кислоте обозначить пару катиона-неон, вот H+, хлор-минус, да, и, соответственно, кальций у нас в данном случае, да, будет отдавать электроны и переходить в катион кальция. Кальций плюс 2. Плюс 2. И, соответственно, нам нужны противоионы, это хлор. Хлор-минус, соответственно, тут нам нужно... Нижний индекс 2 поставим. То есть кальций отдает электроны какому элементу? Ну, водороду, конечно, да, потому что он положительный. При этом у нас тогда выделяется газообразный водород. То есть получается, что металлы второй группы с кислотами взаимодействуют с образованием соли и выделением водорода безообразного. Единственное, что так себя не ведут азотная кислота и серная концентрированная. Мы эти кислоты будем более подробно в теме металлов рассматривать. И там мы посмотрим, как реагируют с активными металлами, в частности, с кальцием. Азотная кислота и серная концентрированная. Взаимодействие с водой следующие две реакции. У нас, соответственно, барий. И это металлоактивные, то есть они, опять-таки, отдают легко электрон. Поэтому, если мы воду представляем в виде H+, OH-, я вот так ее перепишу. То здесь нам тоже важно понять, какому элементу, ну или вот так я могу написать, H+, кислород минус 2. Но лучше вот для понимания, откуда возьмется вот эта OH-группа, мы воду рассматриваем как H+, OH-. Соответственно, у нас барий, металл, да, будет давать свои электроны к катиону водорода. То есть в этом плане вода похожа на кислоту. Посмотрите, да, есть H+, хлор минус, а здесь H+, OH-. Поэтому продукт реакции мы пишем, снова должны написать барий. Плюс 2. И, соответственно, OH минус. Но чтобы в целом заряд был равен нулю, мы должны взять вот так в скобочке. Важно, да, чтобы было два отрицательных заряда на два положительных. Вот. И снова у нас выделяется водород. И вот мы видим, да, что при взаимодействии с водой у нас образовалась щелочь. Щелочь – это растворимое основание для гидроксида бария. Там в таблице растворимости можно посмотреть, что это растворимое вещество, поэтому реакция протекает. Если у нас основание нерастворимо, то такая реакция протекать не будет уже, да. Мы это вот тоже разбирали. В случае магния, вот если вы посмотрите в таблицу растворимости, то там будет указано малорастворимое соединение. Поэтому магний, ну, так, при комнатной температуре он с водой особо не будет взаимодействовать. Но, опять-таки, если мы нагреем или еще лучше подожжем магний, то есть вот возьмем на воздухе магний подожжем и опустим в воду, то он продолжит там гореть. Вот. При этом будет у нас... Ну, вообще говоря, мы тут можем написать, что оксид, да, должен получиться, оксид магний, о. Вот. И что-то у нас... Сейчас, секунду. Что-то у нас должно восстанавливаться, да, потому что здесь 0 плюс 2. Ну, водород еще, видно, да, образуется. Вот по такому принципу при нагревании. Да, коэффициенты я не поставил, да. Давайте, да, давайте посмотрим коэффициенты. 2 перед водой нам нужно, да. Ну, в случае чего, я думаю, что вы сами сможете поставить коэффициенты. Так, здесь вот при нагревании оксид и водород опять-таки у нас выделяется. Тут с коэффициентами все нормально. Раз мы уже заговорили о таком интересном свойстве магния гореть в различных средах, да, то есть вот таким образом, например, раньше использовали магниевые факелы для освещения под водой. Ну, сейчас я думаю, что электрические фонари, аккумуляторные какие-то используются. Когда их не было, то можно было вот такой вот факел из магния поджечь под водой, и он по такой реакции сгорает с яркой вспышкой. Вот, магний еще также в углекислом газе горит. Давайте тоже реакцию напишем. Магний плюс СО2. То есть он настолько хорошо электроны свои отдает, что может отдать их углероду. Углерод здесь плюс 4 у нас. Тогда мы получим снова оксид магния. И немножко углерод восстановится у нас до СО. До СО. Тоже при нагревании, да, у нас такая реакция интересная протекает. Давайте посмотрим как раз-таки на реакцию магния с водой. Да, второй видеофрагмент. Так, секундочку. Рассмотрим взаимодействие магния с водой. Нагреем порошок магния в пламени спиртовки. Затем опустим ложку в воду. Наблюдаем яркую вспышку. Такая вспышка может опалить лицо человека. Вывод. Нельзя тушить горящий магний водой. В этом опыте горящий магний разлагает воду, превращаясь в гидроксид магния. Рассмотрим взаимодействие магния с водой. Да, здесь у нас представлены реакции в пламени спиртовки. Затем опустим ложку в воду. Наблюдаем яркую вспышку. Такая вспышка может опалить лицо человека. Давайте мы тоже допишем. Вывод. Нельзя тушить горящий магний водой. В этом опыте горящий магний разлагает воду, превращаясь в гидроксид магния. Да, то есть здесь мы можем написать магний с водой. Так, 2 воды нужны. Магния у вас дважды. Водород также. Ну, то есть получается у нас оксиды, гидроксиды магния при взаимодействии с водой. Вот. Таким образом. Так, ну и такую иллюстрацию мы, да, химических свойствах. Посмотрели. Вот еще здесь вставочка есть у нас про, так же как и металлы первой группы. У нас металлы второй группы придают пламени некоторую окраску. Вот здесь видим, что кальций такой оранжевый оттенок придает, стронций ярко-розовый, барий зеленый. Это опять-таки используется при создании фейерверков. Ну, то есть если вы видите зеленые какие-то огни, то это соли магния у нас сгорают. Если ярко-красные, то соли стронца. Обычно их используют в составах пиротехнических. Так, давайте перейдем к получению металлов второй группы. Опять-таки, поскольку это активные металлы, то их довольно трудно химически получить. То есть они достаточно плохо принимают электроны. И поэтому, так же как и металлы первой группы, их получают путем электролиза. При этом электролиз раствора затруднительно применять, потому что, как мы видели, металлы хорошо с водой реагируют. Тем более, чем ниже металл в группе стоит, тем лучше он с водой реагирует. Таким образом, настолько берилли как-то еще с водой плохо взаимодействует. А остальные очень хорошо. Поэтому для получения используют электролиз расплава. Здесь подобная ситуация, как и с металлами первой группы. Давайте напишем схему электролиза расплава хлорида кальция на катоде и аноде. Давайте я здесь прямо уже напишу. Я напоминаю, что катод у нас электрод. Здесь вот изображен катод. Электрод, к которому движутся катионы, то есть положительные ионы. Катод у нас заряжен, соответственно, отрицательно. То есть здесь на этой пластиночке у нас избыток электронов есть. Лишние электроны по сравнению с нейтрально заряженной полосочкой металла. Поэтому кальций здесь принимает. Кальций плюс 2 принимает 2 электрона. И восстанавливается. Кальций 0. На аноде у нас анод заряжен положительно. То есть там, наоборот, электронов меньше, чем ионов металла. Сюда у нас притягиваются отрицательные ионы хлора. И 2 иона хлора. Отдают 2 электрона. При этом у нас образуется молекула двухатомная, хлор-2. Поэтому нам нужно брать 2 иона хлора. Который в виде газа выделяется. Хлор можно использовать в промышленности. Это тоже весьма такой полезный окислитель. Хоть и опасный. Хлор используем для отбеливания. Отбеливания, например, тканей или древесных волокон при производстве бумаги. Может, хлором. Но опасно. Потому что хлор очень ядовитый. Таким образом мы получаем суммарную реакцию. Которая вот здесь выше приведена. Получаем кальций. И, соответственно, хлор-2. Хлор, да? Какой побочный продукт. Так. И у нас... В принципе, мы тогда вторую группу тоже с вами разобрали. Так, у нас еще есть время. Давайте, возможно, следующую тему посмотрим. Так, есть ли у нас вопросы какие-то по элементам второй группы? Так. Минутку. Металлы. Так, ну, можно, да, к алюминию перейти. Давайте начнем следующую тему. Это алюминий из третьей группы. То есть мы движемся по группам. У нас как раз в этом году не очень много времени, потому что поздно. В конце октября мы начинали. Так. Сейчас я запущу презентацию. по поводу алюминия. Вот. Из третьей группы наиболее важным для нас является алюминий. То есть мы так один элемент разберем. Хотелось бы, конечно, Бор еще как-то затронуть. Ну, посмотрим. Что тут можно сделать. Значит, снова мы характеристику такую приведем. Это если мы рассматриваем как элемент, то мы рассматриваем положение в периодической системе строения электронных оболочек, ну, и нахождение в природе. Как простое вещество, любопытно посмотреть будет историю, некоторое открытие. Ну, и вот получение физические, химические свойства мы также должны посмотреть. Значит, что интересно в электронном строении алюминия, это то, что у алюминия начинается заполнение п-орбиталей. При этом алюминий у нас находится в третьем периоде. Значит, у нас получается... Ну, здесь общая картинка для элементов третьей группы. Да, применяя к алюминию, это будет третий уровень. Так, вопрос задает, что такое орбиталии? Не орбиталии, орбиталии. Это некоторая такая абстракция, которую мы применяем для описания движения электрона. То есть электрон у нас... Ну, вообще определение орбиталии – это область пространства, в котором с вероятностью 90% мы можем обнаружить электрон. Электрон мы рассматриваем с позиции такой двойственной. Да, это одновременные частицы и волна. Это как и, в общем-то, все элементарные частицы. Например, свет – это у нас имеет волновую природу. Вот мы луч света представляем как волну, но можем сказать, что это поток частиц фотонов. То же самое с электроном. И в атоме электроны находятся в таком состоянии трехмерной стоящей волны, которая описывается формой орбиталии. Скажем так. Вам как-то нужно восьмой класс повторить. Там, может, записи где-то остались. Ну, посмотрите. Значит, элементы третьей группы в стационарном состоянии. Два электрона на S орбиталии сферической формы и один электрон на P орбиталии такой гантелеобразной формы. Но если мы сообщим некоторую энергию атому, то он перейдет в высокоэнергетическое или еще называют возбужденное состояние. Мы получим три неспаренных электрона, откуда видим, что может быть образовано три химических связи. Соответственно, элементы третьей группы трехвалентные. Что касается алюминия... Ага, да, ну, конечно, да, проходили. Но термин, может быть, да, забыли. Вот, описание алюминия тоже. Ну, в общем-то, все, я думаю, алюминий видели. Он часто встречается в нашей жизни. Вот, это металл серебристо-белого цвета. Он является хорошим проводящим материалом и достаточно пластичный, поэтому его используют как замену медиа в линиях электропередач. Вот, он достаточно устойчив. То есть, он, в общем-то, активный металл. Мы его считаем активным, но у него есть особенность. Он покрыт такой сплошной оксидной пленкой, инертной. Поэтому он практически не окисляется. Да, и к коррозии устойчив. Электронную формулу, да, мы здесь видим. Степень окисления мы обсудили плюс 3. Ну, а природные соединения. Алюминий чаще всего встречается в виде оксида. Ну, в составе каких-то других соединений, да. Ну, наиболее богат алюминием такой кристаллогидрат, оксид алюминия, под названием боксид. В общем, боксид это сырье у нас для промышленного производства алюминия. Ну, также и в составе оксидов кремния, да, встречаются минералы нефелин, полевой шпат богат алюминием и креолит еще. Креолит это такая вот комплексная соль, как вы видите, да. Это фторит алюминия натрия получается. Вот, мы опять-таки видим нашу диаграмму, да, с распространением, распространенностью элементов в земной коре и видим, что алюминий достаточно распространенный. Это 7%, то есть это больше, чем все у нас элементы второй группы, что мы видели практически тогда. Вот, то есть у нас, ну и здесь изображение минералов, да, где мы встречаем. Это могут быть полудрагоценные. Если у нас оксид алюминия более или менее чистые, то у нас вот такие полудрагоценные камни получаем, да, из корунда сапфир рубин, цвет, ну, как видите, подкрашен, да, но сам оксид алюминия и атом алюминия, он не дает окраску соединению. Здесь у нас зависит окраска от содержания других элементов. Как правило, это металлы побочных подгрупп, вот их примеси дают окраску, соответственно, камням. Нашим, да, вот, ну, боксид он такой серо-желтенький, такой желтоватый песочек, вот, часто встречается глинозем у нас, да, ну и если берил какой-то найти, то он тоже такого красивого сине-зеленого оттенка у нас имеется. Что касается получения алюминия, ну, пару слов скажу, наверное, в следующий раз с этого начнем. Вообще, хоть и алюминий очень распространен, если мы вернемся к диаграмме, то посмотрите, да, в земной коре алюминия больше, чем железо. Однако железный век у нас начался в истории человечества гораздо раньше, на прямо тысячелетия раньше, чем алюминиевый век. Так, алюминиевый век у нас 20-й, да, то есть с начала 20-го века научились алюминий производить в каких-то ощутимых масштабах, до этого в 19-м веке его получали, но он считался таким тоже полудрагоценным металлом, если не драгоценным. Причиной этого является очень устойчивая, очень высокая устойчивость оксида алюминия. Вот он у нас присутствует, видите, везде в виде оксида, в основном алюминий 2О3. Встречаются, конечно, соли, например, хлориды, именно из хлоридов, по-моему, как раз в 19-м веке получали. Либо перевести в хлорид нужно, да, как-то наш оксид. Оксид очень прочный и имеет очень высокую температуру плавления, там около 2000 градусов, поэтому очень... И сам металл активный, да, то есть химически очень трудно его восстановить. Вот, первые способы получения мы видим первую половину 19-го века, 1825 год у нас, как раз-таки нагреванием хлорида алюминия с амальгамой калия, то есть нужно получить еще более активный металл, вот тогда мы из хлорида вытесним алюминий. Вот это можно сделать, ну, условно, в малых таких масштабах. Вот, ну и такой способ применял подобный Фридрих Вюллер тоже, он уже с чистым калием нагревал. Вот, амальгама, это у нас сплав с артутью, для того, чтобы калий не окислялся, его можно смешать с артутью и будет на поверхности артуть у нас. Вот, давайте остановимся вот так на истории алюминия, на следующей неделе продолжим и поговорим о химических свойствах, физических и так далее. Тогда на сегодня все, спасибо всем за внимание, до встречи на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok